В Москве уже отменили масочный режим, а ожидать ли этого в Алтайском крае? Если оценивать ход событий этой пятой волны, то действительно Москва первая вошла в такой значительный, неожиданно большой подъем заболеваемости и буквально через две недели подобная ситуация повторилась у нас, поэтому может быть и ограничительное мероприятие, точнее послабление придет и к нам. Если ситуация позволит, я думаю, никто не будет насильственно или как-то избыточно требовать это от населения, потому что понятно, что все устали, все надоело и хочется вернуться к тому состоянию социальной мобильности и близости социальной, как это было в доковидный период. Пару месяцев назад вы говорили, что после омикрона пандемия может пойти на спад, на более легкие формы, либо же наоборот это такое затишье перед бурей. Вот на момент сейчас, что вы можете сказать? Вероятнее всего в ближайшее время будет продолжаться снижение заболеваемости и возможно в перспективе будет некоторый период затишься. Но делать прогнозы дальше, чем на месяц-полтора, учитывая, что коронавирус уже преподнес не один сюрприз за последние два года, я думаю, так достоверно не представляется возможным. При этом мы сейчас готовимся к шестой волне. Да, при этом система здравоохранения уже наработала огромный опыт в борьбе с ковидом, во всех его проявлениях, в различных группах риска. Ведь смотрите, что произошло в пятую волну. Большое количество беременных было вовлечено в заболеваемость детей. Колоссальный объем обращений на амбулаторный этап оказания медицинской помощи, то, чего не было в предыдущих волнах. Система здравоохранения действительно сумела перестроиться, оперативно перестроиться, сформировать правильно соотношение коечного фонда для взрослых и детей, изменить, оптимизировать подходы к оказанию медицинской помощи такому большому количеству людей на амбулаторном этапе. И, в принципе, система здравоохранения с этим справилась. Поэтому в настоящее время есть некоторое послабление по работе медицинских кадров в отношении коронавируса. Но в случае, если все-таки очередной подъем заболеваемости случится, то система готова к этому. Уже имеет опыт. Коечный фонд полностью выводится на 100% из такой возможной перспективы дополнительного развертывания. В ближайшее время не планируется. Да, сейчас, конечно, медицинская организация активно возвращается к плановой помощи. Есть на это возможность, в этом есть абсолютная потребность. Но оперативно вернуться в предыдущий статус, статус ковидных госпиталей, на сегодняшний день медицинские учреждения тоже способны. Мы об этом говорим, потому что подходит некая сезонность? Сезонность особо-то и не подходит. Здесь-то и сложно делать какие-то прогнозы. Возможно, впереди будет некоторый период затишья до весны и зимы текущего года. А может быть, это будет похожая история, как это было с третьей, четвертой волной, пятой. Ведь в некоторых регионах нашей страны, не выйдя полностью по аналогии с предыдущей волной, из текущей волны они переходили в очередную. То есть не достигая этого минимального уровня заболеваемости, который был, например, между первой и второй волной. Поэтому территории даже в границах Российской Федерации, они очень отличаются по развитию эпидемического процесса. Или это связано со стеллс-омикроном в Китае? Предположение по шестой волне, да. Если помните, пятая волна определилась с эмикроном, как вновь выявленным вирусом, совсем не похожим на предшественников своего, дельту. То в данный момент шестая волна, пока на сегодняшний день, ее возможный приход связывается со стеллс-омикроном. По тем данным, которые есть, считается, что он менее заразный, чем эмикрон, но более чем дельта. То есть некий такой промежуточный вариант. Ну и ровно так же способен вызывать тяжелые формы с осложнением. Поэтому что-то такого пока крайне удивительного, они малоизвестны. Но что он может вызвать подъем заболеваемости. А сейчас, знаете, как бы сложно уже удивить человечество, кто будет болеть чаще, кто будет болеть тяжелее. Потому что, по большому счету, уже все социальные группы, возрастные группы столкнулись с ковидом. И каждый выдал определенные особенности течения болезни, да, или скорость распространения. Уже были вовлечены все. И молодые, и социально активные граждане. И пожилые, и лица с хроническими заболеваниями, и беременными, и дети. Уже невозможно сказать, что кто-то не перенес ковид, или какая-то социальная ячейка не столкнулась с ковидом. Если мы даже сейчас спросим друг друга и обязательно скажем, кто-то в семье, кто-то знакомый, кто-то сам. Поэтому вот что будет с омикроном варианта стелс, время покажет. Сейчас непростая обстановка в стране, и коронавирус не в повестке. Что происходит с темпами вакцинации? Ну да, темпы вакцинации снизились. Сейчас отношение к вакцинации, оно, конечно, не приветствуется медицинским сообществом. Потому что, ну, как бы все привыкли уже к этой проблеме ковида. Свыклись. Кто-то уже безразлично к этому относится, да. Переболев раз, поняв, что он прожил эту историю, и теперь ковид как бы не про него, и не для него. То медицинские работники колоссально напрягаются в ежедневной своей практике, уделяя много времени ковиду. И понимая, что мы тратим силы и ресурсы на то направление, которое, в принципе, можно было бы уменьшить в отношении его интенсивности, да. И распределить свои силы, и направить на не менее значимые направления. Например, борьба с болезнями сердечно-сосудистой системы, с онкологическими болезнями, с инфекционными болезнями, другими социально значимыми, такие как ВИЧ-инфекция. Это было полтора года назад. То цифра порядка 400-450 случаев в день за последнюю неделю. В сравнении с тем, что было полтора года назад 200 случаев. Ну, в общем-то, мало сопоставимо, да. Тогда мы были, как жизнь показала, за последние два года мы реагируем на оперативную информацию. И, наверное, не совсем правильно сказать, что живем одним днем, но в перспективе наших действий, наверное, два-три месяца. Это новая болезнь, которую никто не знал раньше, и мы сейчас с ней набираем только первичный опыт. Если мы все-таки перейдем в такую фазу взаимодействия с вирусом человечества, когда появится некоторая закономерность в виде цикличности определенных периодов, вот тогда уже будет несколько проще. И тогда на ваш ответ, что нас ждет впереди, уже можно будет строить более определенные прогнозы, как это, например, происходит с ОРВИ и гриппом. Ну, тем не менее, да, вот ОРВИ и грипп, тема известная уже много лет, много десятилетий, но все равно он порой привносит сюрпризы. Что случилось в 2009-2010 году? Подъем заболеваемости произошел в ноябре, то есть сместился на 2-3 месяца, да, и вся эта история в итоге вылилась в очередную пандемию. То есть и здесь уже хорошо известный вирус, уже детально описанный, более того, есть лекарства прямого противовирусного действия эффективные. Ну, вот так природа, в общем-то, да, преподносит сюрпризы.